Здравствуйте, дамы и господа, добро пожаловать в игру под названием Blood Trail. Брутальный шутер в раннем доступе, прошедший через тернистый путь, но при этом не утратив своей главной особенности реалистичной физической модели и поведение персонажа, поведение противника. С лором этой игры я не знаком, но я как будто в митинге оказался. Он так подергал пальцами и, смотрите, даже отступил. Чтобы не застрять, по всей видимости. Собственно, максимальное взаимодействие. Мы можем толкать противников, включается роддолг, естественно. Можем хватать за различные конечности. Мы можем наносить увечья в разные части тела. При этом даже у моих рук есть коллизия, к сожалению. Полного тела здесь нет. Он дышит все еще. Так что я думаю, все с ним в порядке. Или чужой пытается выбраться наружу. Сложно сказать. Эксперимент вышел из-под контроля. Также здесь есть огнестрельное оружие, конечно же. Выглядит оно вполне неплохо. Звуки мне здесь понравились, но не понравился момент, что я не могу взять с двумя руками ствол. Могу только вот таким образом держать пистолет. Итак, пулевое отверстие, возможно, сквозное. Собственно, зависимость здесь какая-то есть. От повреждения тех или иных конечностей. Вот сейчас я прострелил ему ногу, и встать он не в состоянии. Хотя по-прежнему жив, как вы видите. Так что система повреждений противников здесь есть. Система повреждения у меня от самого здесь отсутствует. Помимо использования подручных материалов, мы можем использовать также и объекты на окружении. Тоже с ними можно взаимодействовать. Не знаю, почему я покачиваюсь. Видимо, здесь передвижение по направлению руки. Это не очень удобно. Нужно перенастроить. Как только я стул выше поднимаю, я пячесусь назад. По-моему, это было слишком. А нет, все нормально. Я уж подумал, игра зависла. Я просто такое в рестлинге увидел. Хотел попрактиковать. Он аж хохочет, смотрите, держится за живот. Ой-ой-ой, раскрошил ему череп. Также здесь есть какая-то призрачная сигарета. Не очень понимаю, зачем она нужна. Может быть, его восполнять здоровье таким образом. Но мне кажется, таким образом мы только губим свое здоровье. К сожалению, оружие здесь имеет фиксацию в руке. То есть, если я отпущу, оно возвратится, вернется назад. Перекладывать из руки в руку я не могу таким образом. Это крайне неудобно. Будем надеяться, что реализует нормальное взаимодействие с оружием. Чтобы я мог его положить куда-нибудь и перебирать в руках. Это очень большое допущение. Также здесь, смотрите, есть даже боксерская груша. Довольно серьезная отдача, которую контролировать. Крайне сложно, если вообще невозможно. Каким образом стул еще приземлился сверху. Щекотки, похоже, боится. При взаимодействии с телом я не могу использовать две руки. Происходит автоматическое переключение. И это еще один серьезный недостаток. Как изящно я его схватил за шиворот. Сальери передает привет. Помимо режима песочницы, у нас есть режим выживания на аренах. И также интересный режим, который называется рейд. Как будто я попал в общежитие. Голый студент просит его пощадить. Это действительно очень похоже на общежитие. Разблокируй свою душу. Да, но в целом моделька, конечно, выглядит нет. Я уже думал, ко мне подкрадутся кто-то, кстати, не так хорошо, как хотелось бы. Низкое разрешение текстуры и сама модель не очень. Здесь мы можем выбрать сложность. Здесь мы можем выбрать тип противников. Здесь мы можем выбрать частоту спауна. И также в вооружение предварительно выбрать. Так, и для того, чтобы начать волну, нам все же придется убить этого бедолагу. Прости, друг, но по-другому никак. По крайней мере, он не мучился. Так, ну что же, у нас здесь появляются патроны. К счастью, они не вооружены огнестрелом. По крайней мере, сейчас. Твою мать, а вот сейчас уже вооружены. Твою мать, а вот сейчас. В плане действий, конечно, противников пока все не очень гладко. Они постоянно толпятся друг за другом. Они не используют практически укрытие. Хотя, такое ощущение, что разработчик все-таки сделал какое-то выглядывание. И при этом они не пытаются обойти, не пытаются окружить. Так что с искусственным интеллектом здесь пока не все очень здорово. Ребята, вы что, штопорами решили вооружиться? Я же говорю, студенты. Скользкий пол, видимо. Иногда они скользят. Да, но не забывайте, что игра в раннем доступе, несмотря на то, что она очень давно в этом раннем доступе, разработчики по-прежнему работают. Добавляют новые функции, добавляют новый контент. На этом закончим. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok